В сельских округах муниципального образования работало 47 избирательных участков. Безопасность обеспечивали почти 300 сотрудников полиции и 120 представителей казачества. В поселке Суворов-Черкесский голосование проходило в помещении школы-интерната. Большая часть избирателей пришлась в утренние часы. По предварительным данным, здесь проголосовало более 90% избирателей. Этот выбор я сделал во благо наших внуков и правнуков. На благо наших пенсионеров. Пенсионерам достойную жизнь, внукам счастливое детство. Я, во-первых, всегда хожу на выборы, тем более это выборы президента. Решается дальнейшее нашей страны. Чем больше людей проголосуют, тем больше выберут действительно достойного президента. Это все-таки будущее нашей страны, наших детей, нашего общества. Поэтому я считаю, что каждый человек должен и обязан ходить на выборы. Не сильно отстали от своих соседей и жителей поселка Виноградный. Здесь проголосовали 82% избирателей. И почти все задействующие у президента страны. Позитивных изменений селяне ждут и от программы «Комфортная городская среда». В поддержку своего проекта десятиклассница Евгения Матренко сделала макет будущего парка имени Василия Полякова, который планируется здесь построить. Жители активно голосовали за свой проект. Мы хотим, чтобы в нашем поселке был очень красивый парк. Чтобы мы вышли гулять в парке с внуками. Чтобы туда ходили отдыхать наши дети. Ну, чтобы все было прекрасно. Мы за красоту. А к тем, кто не мог прийти на участок по состоянию здоровья. На дом приезжали члены избирательных комиссий с бюллетенем и опечатанной урной. Здравствуйте, Василий Васильевич. Мы члены избирательной комиссии пришли для того, чтобы вы смогли проголосовать за нашего будущего президента. На сельских избирательных участках царила особенная атмосфера праздника и гостеприимства. Была организована торговля свежей выпечкой, работали буфеты. Творческие коллективы в течение всего дня радовали избирателей своими яркими выступлениями. Руслан Душевский, Анапа. Регион.